Всем привет! В сегодняшнем видео я постараюсь раскрыть тему пригона автомобиля из Германии без выезда клиента. То есть под заказ, под ключ называют по-разному, но смысл один. Когда вы сидя дома ожидаете, когда вам пригонят автомобиль. Расскажу как этот процесс происходит, что для этого нужно, какие расходы примерно и как это все выглядит на самом деле. На данный момент я нахожусь в автомобиле, который был заказан клиентом из Харькова под ключ, без его выезда. Автомобиль выбран дистанционно, куплен с подтверждения клиента. И на данный момент направляемся на границу, то есть уже практически возле Украины, 100 километров осталось, то есть практически уже дома. Итак, в первую очередь перед тем, как принять любой заказ от человека, нужно его проанализировать. Возможно ли выполнить, пригнать машину по вашим пожеланиям, для этого нам нужно точное понимание, чего вы хотите. Машина, ее характеристики, год выпуска, какой пробег вы хотите, чтобы был, какие опции, какой двигатель, какая коробка, то есть конкретика. Либо несколько вариантов разных брендов, разных моделей, к примеру. Говорите, если это не получится найти за такой бюджет, то я бы хотел вот это посмотреть. Ну, то есть нужно с чем-то работать конкретным, не с запросом, там, у меня есть 10 тысяч евро или долларов, что вы посоветуете? Ну, как бы я советовать, к сожалению, не берусь, я могу только подсказать, что, исходя из моего опыта, что может быть нормальным выбором, у кого какие вопросы бывают из машины, у кого какие проблемы бывают. То есть выбор всегда за вами. Это как женщину выбирать, то есть кому-то одни нравятся, кому-то другие. Вот, то есть в первую очередь выбрали автомобиль, я проанализировал, да, возможно ли в вашем бюджете его реализовать, возможно ли пригнать, и говорю, что да или нет. Решили, что все подходит, мы беремся за реализацию заказа. Дальше мы должны выбрать даты, когда мы занимаемся реализацией вашего заказа. Я смотрю по своему расписанию, потому что мы по времени немножечко расписаны наперед. Иногда не получается вот так вот, вы нашли какую-то машину или несколько, вот прямо вот сейчас прыгнуть в самолет и поехать ее осмотреть и купить. К сожалению, время оно расписано, поэтому мы бронируем даты. Вы говорите, что вот в эти даты вы будете готовы заняться этим делом, принять автомобиль, заняться его регистрацией дальнейшей, ну и прочие моменты. Мы говорим, что вот такие даты, ну, грубо говоря, согласовываем дату выезда совместно. Чтобы закрепить нашу договоренность, мы просим предоплату в размере 50 евро, либо же по курсу в гривне, как гарантия того, что у нас будет работа на эти даты, а у вас будет автомобиль на эти даты. Подкрепили наши с вами соглашения предоплатой и начинаем ожидать даты выезда. Непосредственно за 2-3, ну, можно 4 дня до выезда, то есть, грубо говоря, в воскресенье, понедельник вылет в Германию, четверг, пятница, суббота можно заниматься подбором вариантов. Смысла раньше нету их выбирать, потому что рынок Германии, он живой, он динамичный, машины довольно быстро продаются. Поэтому выбираем за 2-3-4 дня до выезда. Нужно подобрать до 10 вариантов, можно больше, которые я потом, то есть, вы мне их сбрасываете в Viber или другой мессенджер, или на почту, ну, то есть, как вам удобно. Вы выбрали варианты, сбросили их. Если у вас что-то не получается, я подкорректирую вам на сайте поиск. Я подскажу, на что смотреть, какие фильтры ставить. Ну, то есть, помогаю во всем вопросе, но все же выбор за вами. То есть, вы глазами проходите, смотрите, что за машина, цвет, ну, банально комплектацию, все. Это экономит время и, опять же, ну, как бы выбор за вами. То есть, выбор делаете вы. Сбросили до 10 вариантов. Я начинаю их прозвон, я начинаю их анализ. Уточняю продавцов, интересующие нас вопросы. А вопросов, поверьте, очень много. И таким образом отсеиваются, остается там 3-4 до 5 вариантов, которые могут быть там с вероятностью 95-99%, они нам могут подойти. Вот эти варианты я стараюсь на понедельник-вторник забронировать, чтобы, уже приехав в Германию, мы могли спланировать маршрут и уже куда-то целенаправленно поехать. Точно так же не исключается, что новые варианты, которые появились в понедельник-вторник, мы можем точно так же на них заехать, посмотреть, и они могут быть куплены. Мы не отбрасываем новые появившиеся варианты. То есть, мы абсолютно мобильны, все меняется, все может быть откорректировано. Нам главное найти автомобиль, который удовлетворит заказчика по всем параметрам максимально. То есть, мы выбрали автомобиль, мы планируем уже дату, вы скинули предоплату. Я за эту предоплату купил билеты. Чем раньше вы их сбросили, тем дешевле билеты на самолет получаются. Все расходы делятся между двумя клиентами. Обычно на неделю мы стараемся взять два человека. Если один не выезжает, то на его автомобиле еду я. Но расходы на билеты, на аренду, к примеру, машины для поиска вариантов, отели, ну, то есть, все-все-все расходы делятся пополам. Кроме расходов на ваш автомобиль, к примеру, на его заправку, на его оформление, тут все индивидуально. Непосредственно перед выездом, там, к примеру, пятница, суббота, или можно даже воскресенье, мы встречаемся с клиентом для того, чтобы подписать договор. Договор обязателен, в нем прописаны все условия, ответственность сторон, все данные, мои, ваши, вписываются, паспортные. Два экземпляра, один экземпляр остается у вас, один у меня. Подписывается акт передачи денег. Обычно мы просим как минимум 50% от стоимости автомобиля там. Нам не нужны деньги на растаможку, потому что их оплатить на счет таможни должны вы непосредственно со своего счета, либо побежав наличными в кассу, оплатив. То есть мы с собой берем только половину от стоимости автомобиля. Там как гарантия того, что этот автомобиль вы 100% заберете. Мы не подбираем плохих вариантов, мы не в наших интересах пригонять плохие автомобили. Поэтому стараемся подобрать так, чтобы вы были максимально удовлетворены. Вот. После того, как вы передали предоплату, вы получаете подписываемый акт передачи денег, где точно так же указаны все паспортные данные, все данные, дата, куда, зачем передаются деньги. Можем написать расписку, чтобы вы были уверены, чтобы вы были спокойны, что эти деньги никуда не растворятся, скажем так. В момент, когда я выехал уже за автомобилем, да, прочие расходы, наши услуги, это все будет оплачиваться непосредственно уже в Украине по факту пригона автомобиля, потому что расходы могут быть разными, нету смысла наперед брать их. Вот. После того, как я выехал в Германию, я прошу обычно, ориентирую клиента, что вот в такую, в такую дату, вот в такое время я буду там смотреть тот или тот вариант, поэтому, пожалуйста, будьте на связи, будьте готовы принять видеозвонок, будьте готовы принять довольно много фотографий, поговорить голосом, ну, чтобы выбор был совместный. То есть я все время с толщиномером прохожу машину, на видео клиент видит, как это все происходит. Делаем электронную диагностику, отчет клиент получает. Осмотр, если есть какие-то нюансы, обязательно делаются фотографии мест. Ну, то есть вся-вся-вся информация, она передается клиенту. Не так, что я взял у вас деньги, говорю, ну, окей, ожидайте, скоро я вам привезу ваше счастье. Нет, вы видите, что вы покупаете. Во-первых, вы по объявлениям видите, какой у машины пробег, какое ее примерно состояние по фотографиям, какая комплектация. Я приезжаю, подтверждая на месте вам, точно так же делаю фотографии того же одометра, делаем электронную диагностику, проверяем систему автомобиля, заходим, заглядываем в блок, если автомобиль это позволяет, читаем пробег. То есть вы получаете подтверждение того, что машина действительно чистая, машина действительно честная. Собственно, за правдой, за честностью мы в Германию ездим. Вот. После того, как автомобиль куплен, вы даете добро, подтверждаете, я оформляю автомобиль, готовлю все необходимые документы, передаю документы брокеру. Брокер готовит так называемую попереднюю мытную декларацию, составляет ее, заводит купленный автомобиль в систему таможенную. После этого брокер сбрасывает сумму предварительного платежа, то есть сколько предварительно по тем документам, которые мы оформили, покупчик, грубо говоря, по инвойсу, по ее стоимости, сколько будет стоить растаможка этого автомобиля. Он сбрасывает сумму, он сбрасывает реквизиты, я их передаю вам. Вы со своего мобильного приложения, со своего счета, наличными в кассу, идете по этим реквизитам оплачивать стоимость растаможки. Реквизиты государственные, реквизиты таможни, не чьи-то там, поэтому переживать не стоит. После того, как вы оплатили, вы сбрасываете квитанцию, либо фотографию, либо вытаскиваете из системы банковской квитанцию с печатью. Я ее отправляю в брокер, и брокер заканчивает подготовку так называемой ПДшки, с номером которой меня на границе запускают в Украину. Без проплаты машина в Украину не заедет. Обязательно нужно ввести предварительный платеж. После того, как вы внесли платеж, брокер сделал ПДшку, я уже могу быть частично в дороге, скажем так. Я могу смело двигаться на границу. Машина может двигаться домой. После того, как мы прошли границу, далее решаем вопрос, смотря как идем по графику. То есть, если зашли в рабочий день, есть время, заезжаем на Западную Украину, где-то, в районе Львова делаем сертификацию. Она обязательно и для растаможки, и для постановки на учет. То есть, делаем сертификацию евро 3, 4, 5, 6, ну, смотря какой автомобиль. После того, как сделали сертификат, автомобиль может смело двигаться на растаможку. И здесь, в принципе, да и до сертификации мои полномочия заканчиваются, потому что у вас после пересечения автомобилем границы будет наличие весь пакет документов, необходимый для того, чтобы ее растаможить. Вам останется только приехать к брокеру на таможенный терминал, где он вам поможет поставить машину, но там нет ничего сложного. То же самое, как поставить автомобиль на стоянку, получить пропуск и отдать этот весь пакет документов брокеру, приложив один ключ от автомобиля, ваш паспорт, украинский идентификационный код. В течение дня, то есть, если вы в 9-10 утра сдали автомобиль на таможенный терминал, к вечеру автомобиль уже может быть растаможен, брокер сообщит вам, что все готово, можете приезжать, забирать. Вы приезжаете, рассчитываете с брокером, забираете документы и уже можете смело направляться на постановку автомобиля на первый учет. Также важный вопрос касательно документальной части. Непосредственно перед выездом за автомобилем мне от вас потребуется доверенность. В доверенности будет указано то, что вы доверяете мне пригнать, купить, оформить для вас автомобиль. По всей таможенной базе, по всей системе я буду числиться просто как перевизник, то есть, транспортировщик. Ответственность за финансовое регулирование, ответственность за сам автомобиль будете нести вы, везде по бумагам вы будете проходить как владелец ее непосредственно. Касательно документов, бумаг, подтверждающих, за сколько автомобиль куплен, что, какие расходы куда понесены, я всегда оставляю по возможности все чеки, которые были, все расходы, то есть, заправка, автобаны, расходы на страховку, расходы на регистрацию автомобиля. Все эти данные я передаю клиенту по возможности, если где выдавали чек, я его возвращаю. Ну, в среднем регистрация автомобиля, так что вы контролировали этот процесс. Стоимость регистрации автомобиля в Германии на желтых номерах в районе 150 евро, на красных бывает до 300 цена доходит. Но в среднем 250-280, бывает 200. То есть, тут как повезет, все конкретно зависит от места, в котором оформляется автомобиль. Дополнительно нужно делать экспортную декларацию, ее стоимость начинается от 35 и аж до 50 евро, иногда 60 евро доходит. Каждый раз по-разному. Все расходы, все полностью, клиент в конце получает табличку, куда на что ушло. Если ему нужны подтверждения, я их предоставляю, в машине я всегда оставляю чеки. То есть, ничего скрывать не хочу. Наш интерес чисто в стоимости наших услуг, никто ничего дополнительно не набрасывает. Все детальные условия по пригону, все вопросы более развернуты, вы можете найти в описании к видео. Там есть ссылочка на документ, который в Google Docs написан, который корректируется в зависимости от актуальности таможенного кодекса и законов Украины. То есть, вся информация полностью исчерпывающая, она находится внизу под видео. Нажимайте на ссылочку, не поленитесь почитать. Там очень много ответов на самые часто задаваемые вопросы. Это экономит время нам, потому что, как видите, мы очень часто в работе, по телефону не можем долго отвечать или за рулем, ездим быстро. То есть, для безопасности, для экономии нашего времени все описано внизу, но если вопросы эти возникают, что-то для вас не ясно, естественно, по телефону мы ответим на все эти вопросы. Казательно того, как проводится проверка автомобиля, что проверяются, какие моменты. В первую очередь, мы смотрим кузов как единственную самую дорогую составляющую автомобиля. Смотрим, чтобы он был без больших аварий. То есть, грубо говоря, я передаю всю информацию клиенту по состоянию кузова. То есть, если есть подкрас, я говорю, если есть место лаком перекрыто, я говорю, если есть место шпаклевки, я всегда говорю, а решение уже непосредственно за клиентом. Вот. В первую очередь, проверяем кузов. Не только толщиномером смотрим, проходим, смотрим глазами пороги, проверяем снизу днище, насколько это позволяет. В Германии нет такого, повести машину на подъемник, поднять, там с монтировкой пройтись. Это очень редко бывает, когда у машины нет техосмотра, ее отправляют на техосмотр, и там вы можете это увидеть. В основном, это происходит заглядывание под машину, стоящую на площадке с фонариком, подсвечиваем, проверяем, насколько это возможно, насколько позволяет ситуация нам посмотреть. Вот. Первое, кузов. Второе, осматриваем электронные системы автомобиля, то есть делается диагностика электронная. Не только, чтобы проверить подлинность пробега, не во всех, опять же, машинах записывается информация о пробеге в блоках, но также, чтобы проверить состояние основных и самых дорогостоящих систем электронных автомобилей, чтобы вы понимали, какое у вас состояние технически и электрически. Делается визуальный осмотр двигателя на предмет того, что там снимали, разбирали какие-то части, что-то ремонтировали, демонтировали. Ну, в общем, все смотрится внешне. Осматриваются кузовные детали, чтобы они не снимались, чтобы они не ремонтировались, капот, крылья, осматриваются также на предмет потеков двигатель с коробкой, привода и прочие такие штуки. Смотрим, естественно, петли, смотрим ходовую, чтобы не было потеков на стойках, осматриваем тормозную систему, износ колодок, износ дисков, резина измеряется. То есть, полностью вся информация передается о состоянии автомобиля клиенту. Делается осмотр автомобиля внутри, проверяется салон, проверяется его косметическое состояние, проверяется работоспособность всех опций внутри автомобиля, потому что современные машины, у них довольно много всяких дорогостоящих деталей, функций разных, то есть, все это проверяется. Делается визуальный осмотр, то есть, уже имея опыт пригона большого количества автомобилей, уже имеем представление, как должен выглядеть автомобиль, которого нормальное состояние, у которого честный пробег, верим не только цифрам на одометре, проверяем еще по разным факторам автомобиля. Вот такие виды проверок. Проверяются документы, подготавливаются полностью, чтобы все было оформлено правильно, чтобы все не возникало никаких проблем или трудностей при его экспорте, оформлении и прочих таких моментах. Итак, что же за автомобиль был куплен в этой поездке? Перед тем, как выехать, мы с клиентом обсудили его пожелания, то есть, он хотел Golf 7 в комплектации, где-то Comfort Line это средненькая комплектация, чтобы были парктроники, чтобы был климат, чтобы был мультируль, очень он хотел датчик света дождя, комфортное сидение нормальное, ну то есть, средняя, скажем так, комплектация, чтобы машина была и не пустая, и, ну как бы, не сильно нафарширована, потому что она из бюджета выбивалась. Бюджет мы обсуждали в районе 7 тысяч, было бы меньше, было бы еще лучше, и пробег клиент хотел 150, 160, ну 170 максимум, вот, при этом он допускал небольшие подкрасы некоторых элементов, и технический, космический автомобиль должен был быть в отличнейшем состоянии. По итогу было просмотрено 4 автомобиля до этого, и этот куплен уже пятым. У первого было пропаленное сидение, затертый руль, затерто сидение, точно так же. У меня такое стойкое убеждение о том, что если в машине обращались нехорошо, неаккуратно внутри, то она может быть точно такой же и технически. То есть она задергана, она затертая вся, ну то есть одни неприятные эмоции может вызывать. Плюс в машине курили, как бы, такой момент. Еще три варианта я посмотрел в одном салоне, у всех точно так же были какие-то вопросы, где-то шпаклевка, где-то двигатель плохо завелся, по салону был вариант сидения с комбинированной кожей, кожа ткани, где кожа была сильно затертая, ну то есть вот такие вот моменты, мы их отбросили и этот вариант у нас остался, не скажу, что последним были еще варианты, к ним надо было ехать чуть дальше. А этот вариант подкупил, первое, идеальнейшим состоянием салона, пробегом небольшим, то есть в районе 157 тысяч и ценой, то есть в районе 7742 нет, а он стоял у продавца. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Значит, Гольф седьмой в комплектации комфорт-лайн, но немножко не хватает у него некоторых моментов, сейчас расскажу, каких. Машина середина 06 месяц 2014 года, первая регистрация у нее, то есть четкий 2014 год, машина вот в таком приятном цвете урану-грау, мне он очень нравится, очень необычный, в Украине довольно мало их встречается, довольно редкий, в отличнейшем состоянии, техническом, в первую очередь, нету ни потеков масла, ни каких-то звуков, сторонних, ни каких-то дребезжаний, ничего такого нету, мотор на холодную завелся прекрасно и работает, вот уже тысячу километров проехали, работает идеально, мягенькое сцепление, но на свой пробег все практически соответствует. По кузову он весь в родной краске на 95%, вот эта деталька, клиент в курсе, вот эта деталька имеет подкрас, то есть вот эта вся деталь, вот от этого места начинается уже лак, бьется 180-200, в этом месте 200-250-290 бьется краска, вот сюда уже уходит на тоже 190-180, то есть что-то в этом месте была какая-то царапина. Напомню, большинство автомобилей из Германии, они идут из лизинга, они на гарантии могут быть, они имеют страховку, то есть если вдруг какая-то малейшая царапина, зачем немцу париться ездить с машиной, скажем так, в неопрятном состоянии, если он может это все починить по гарантии, ну или по условиям лизинговой компании, лизинга он должен это починить, вот, поэтому очень часто машина из Германии встречается с подкрасами какого-то элемента. Исключен вариант того, что там был тотал, потому что не показывает или сильная вмятина, или еще что-то, потому что первый толщиномер не показывает никаких больших значений, характерных для шпаклевки, а шпаклевка 300-350 и выше микрон, по-разному бывает. Также внутри открыли нишу в багажнике, там ничего не видно, крыло просматривается, оно полностью в заводском покрытии, не видно следов сварки или рихтовки. Клиент в курсе, клиенту все эти моменты переданы, он одобрил, он и рассчитывал, скажем так, даже не рассчитывал, он предупреждал, что в принципе подкрашен один элемент, его не пугает абсолютно. Главное, чтобы не было аварии, шпаклевки и прочего. Так и получается. Вот, то есть мы имеем вот такие вот еще обычные фары, 2014 год, 16 диски, алюминиевые, литые, у нас идут зеркала с повторителями, без складывания, но имеют подогрев, имеют электрорегулировку. Галогенные фары, имеют омыватель, что у нас отсутствует, это отсутствуют туманочки, есть парктроники, передние и задние, нет у нас точь, что клиента довольно-таки сильно смутило, нет датчиков света дождя, то есть обычный переключатель, но вполне легко оно туда устанавливается за дополнительную плату, потому что зеркало, стекло, они адаптированы, то есть туда остается только вставить эти датчики. Вот, покажу вам, все места уже подготовлены, то есть можно смело их туда устанавливать. Вот, состояние салона, то есть вот такие вот комфорт-лайновские сидения, они чистейшие, они в отличнейшем состоянии, здесь не продавлены, иногда бывает такое, что здесь затерто таким белые полосочки, даже видно, в прекраснейшем состоянии, я считаю, есть пластик, он чистый, он идеальное состояние, резинка не протертая, порожек не зацарапанный, пластик не зацарапанный, педали не затерты до дыр, то есть все соответствует его оригинальному пробегу. У машины, как я уже сказал, электрозеркала, регулировка, подогрев, центральный замок, естественно, электропакет стандартный, то есть стеклоподъемники, задние, передние, состояние дверной водительской карты, можете оценить, состояние пластика, всех переключателей, элементов по салону, машинка в очень хорошем и опрятном состоянии. Есть у автомобиля мультируль, полностью управление мультимедиа, управление бортовым компьютером, точно так же есть круиз-контроль, самое главное, наверное, двигатель у автомобиля, 1,6 литра, турбированный дизель, коробка, механика, 5-ступенчатая. Вот, есть у автомобиля электронный ручник, система автохолд, чтобы не откатывался автомобиль назад, когда вы стартуете с перекрестка. Вот здесь размещен разъем под зарядку или прикуриватель, но здесь пакет для не курящих, просто заглушка, подстаканнички, целое, все, ничего не затерто. Есть подлокотник, чистый, пустой, тоже не затерт. Также клиент хотел, чтобы был климат, пожалуйста, у нас климат есть, двухзонный, есть подогревы сидений, все работает, все работают, прекрасно, греет, холодит, ехали и кондиционер проверили, и печку проверили, то есть все в отличнейшем состоянии. Есть также у машины система стар-стоп, включение-выключение, я говорил уже, передние-задние парктроники, у нас идет вот такая вот мультимедийная система, но она не имеет навигации, клиент сказал, это вообще не пугает, да я в принципе за ней не гоняюсь, потому что в большинстве случаев используется все-таки навигация на телефоне, на смартфоне, который у каждого у нас в кармане сейчас есть. Небольшие параметры по расходу автомобиля, по состоянию бортового компьютера. Ну вот мы с Германией приехали на границу Украина-Польши, 977 километров, средний расход 4,5 литра и средняя скорая 92 километра в час. Вот такие параметры, при том, что ехали на круизе 120-130 и были тянучки, вот, заезжали в города, ночевка, то есть вот такие средние показания у этого автомобиля. Жит еще в автомобиле комплект колес, что дополнительной нагрузкой служит, то есть если бы был один человек, наверное, было бы меньше, скажем так, расход. Пробег уже 158 тысяч, поскольку тысячу накрутили, уже чуть больше стало. Вот такой автомобильчик. Состояние пассажирской стороны, можете оценить. Пассажирское сидение вообще в идеальнейшем состоянии, что чистое, что не продавленное. Точно так же карта, вот здесь вот все чистенько. Единственное, есть небольшие потертости сзади, в задней части автомобиля, но, как сказал продавец, это, говорит, машина моего друга, он на ней ездил, у машины было два владельца, и, говорит, у друга просто двое детей. Поэтому такое состояние сзади немножко потерто, не критично это все, вытирается, это все чистится и выводится. Дальше, шторочка тоже целая, чистая. Вот такие вот у продавца еще были докуплены алюминиевые 16-е диски с очень хорошей резиной зимней бридж-100, еще в очень хорошем состоянии. Можете оценить состояние проема. Пластик, ничего не затерто, то есть, что говорит о том, что в машине тут не возили кучи всяких вещей. Бонусом еще идет у нас, вот он выскочил, вот такой вот моментик. Точно так же крышка багажника, она целая, она чистая, ничего плохого здесь нет. Машинка в очень хорошем состоянии. У машины нет запаски, у машины идет герметик и компрессор, ремонтный, стандартный набор для Европы. Это немножко облегчает автомобиль с одной стороны, с другой стороны для нас негативный момент, потому что у нас колесо можно не только пробить, его можно разорвать в хлам, где герметики, пена уже не помогут. Но как бы тут на усмотрение клиент. По состоянию тормозов еще где-то процентов 40 есть колодок, диски еще в принципе в нормальном состоянии. Не скажу, что они новые, но еще как бы походят. Резина уже на подходе, конечно, передняя порядка двух-трех миллиметров осталась. На этом всем продавец уступил символических 40 евро, потому что в принципе машина довольно-таки неплохой цене для своего пробега, для своего, самое главное, состояния технического и косметического. Она как бы ну прям вот в очень хорошей цене получилась. И очень важно, что для 14-го года еще раз тамушка будет не сильно завышена. Скорее всего, она пройдет по своей оригинальной стоимости по таможне. Если будут какие-то доплаты, переплаты, я их укажу обязательно внизу. Полные характеристики автомобиля точно так же не будут внизу, ищите под видео. По стеклам автомобиля еще родное лобовое, есть небольшие, маленькие, маленькие такие скольчики, царапинки, боковые тоже все 14-го года. Зад не затемненный, не тонирован с завода. Черные рейлинги без хрома. У машины нету глубоких сколов по капоту. Здесь уже сейчас немножко мошкары налетело, но здесь вот сейчас покажу самый крупный из них. Вот он в сравнении с моим пальцем. Он вообще меленький. Видно, что машина сильно много не летала. По электронной диагностике у машины когда-то была ошибка по кондиционеру отопителю не когда-то на 153 тысячах по стопкадру бьется. Несколько месяцев назад была ошибка по кондиционеру отопителю. То есть она пассивная, она неактивная. Это и все. Больше ничего такого нет. Содержимое сажевого фильтра проверено. Всего лишь треть заполнена. Машина скорее всего использовалась в городском режиме, потому что пробег на свой возраст небольшой. Поэтому заполнение сажевого на треть в принципе адекватно. Вот. По другим электронным системам вопросов нет. Топливная работает идеально. Дозировка форсунок она у всех практически форсунок идентична. То есть нету больших каких-то разнобежностей. Видно, что оно все примерно в одном состоянии. Не изношено. Ну, вот такая вот машинка. Надеюсь, она вам понравилась. Мне, поскольку я на ней проехал уже тысячу километров и сам точно так же езжу на гольфе, она тоже очень нравится. Вот. поэтому едем отдавать ее клиенту. Сейчас пройдем границу и направляемся домой. После растаможки это видео выйдет и все цифры будут указаны внизу, как я уже сказал. Если вам понравилось это видео, если информация, донесенная в нем, была для вас полезной и интересной, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы интересуетесь темой пригона автомобиля с Германией. Мы выкладываем много интересных видео не только о реализованных заказах, но и сопровождающих, рассказывающих много интересных фактов и моментов по пригону. Всем удачи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok